В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И в начале короткий анонс. Пять человек погибло, одиннадцать пострадало. Подробности тяжелой аварии на окраине Махачкалы через минуту. Все о мобилизации от первого лица региона. Сергей Меликов ответил на вопросы представителей СМИ. Внимание, мошенники! Как часто телефонные аферисты звонят махачкалинцам, расскажем в выпуске. Три золота на первенстве России. О том, кто из дагестанских борцов выиграл золотые медали в Ханты-Мансийске, смотрите в спортивном блоке новостей. Начнем выпуск с трагедии, которая произошла на выезде из Махачкалы. Пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком. Авария произошла на федеральной трассе в районе поселка Хушет. Причина ДТП – отказ тормозов у груженного КАМАЗа, который въехал в микроавтобус, зацепив еще несколько автомобилей. В результате тяжелой аварии погибло 5 человек и 11 пострадало. На кадры камер видеонаблюдения попали считанные мгновения до аварии. О провокаторах, патриотизме и перегибах на местах Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов на тему частичной мобилизации. По словам главы Дагестана, в республике все мобилизационные предписания выполняются строго в соответствии с графиками. Ситуация мониторится ежедневно. Отвечая на вопрос о проблемах, Сергей Меликов указал на то, что главный военный комиссар Дайдбек Мустафаев на уровне республики работает уверенно, но в муниципалитетах сложилась обратная ситуация. Руководитель региона связал это с тем, что мероприятия такого масштаба ранее не проводились. В результате неправильно подготовленные документы и неправильное оповещение граждан, неправильная сверка этих документов с учетными данными тех, кто подлежит частичной мобилизации, спровоцировали определенное возмущение людей. Иногда это называют беспорядки, это не беспорядки, это вполне естественная реакция граждан в Бубайуртовском районе, в Бубайуртовском районе, которые просто пришли к соответствующим органам управления и сказали объясните, как это должно быть. Когда людям все разъяснили, вполне вразумительно процесс этот пришел в норму. Конечно, это отсутствие профессиональной подготовки со стороны ответственных работников, но в то же время это и, я бы не сказал халатный, я бы назвал это безответственный подход к реализации данного указа и главы государства, и главы республики со стороны, опять же, некоторых глав муниципальных образований. В ходе пресс-подхода Сергей Меликов также заверил, что будет оказана помощь семьям мобилизованных, которые нуждаются в поддержке. Говоря о поддержке, вот те семьи, которые в этой поддержке будут нуждаться, конечно, им будет оказана точечная помощь. Вот сегодня мы разговаривали, например, у одного военнослужащего четверо детей, но он подлежит призыву, потому что старшие дети уже перешагнули рубеж 16-летнего возраста. Но четверо детей, тем не менее, осталось здесь. Мы эту семью возьмем на контроль. У другого молодого человека, не помню, с какого он района, у него, например, там мама больная, мы ее возьмем на контроль. Я хочу, пользуясь случаем, все семьи, которые сегодня находятся в ожидании своих родных и близких, и те, кто сейчас призвался, и те, кто там с февраля уже находятся, поблагодарить за терпение, за ту любовь к родине, за такую преданность, за настоящее поведение настоящего горца и воина. Я хочу поблагодарить каждого нашего военнослужащего, а за терпение и ожидание я хочу поблагодарить настоящих горянок, матерей, жен, сестер. Спасибо большое. Вы должны понимать, что мы именно должны быть вместе в этой ситуации, и мы себя, я имею в виду, и я лично, и органы власти, мы себя от этого не отдаляем. Жена и советник муфтия республики Айна Гамзатова обратилась к Владимиру Путину с просьбой приостановить мобилизацию в Дагестане. В письме главе государства, в частности, говорится «С учетом того, что из трехмиллионного населения республики уже находится на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, просим дать нам отстрочку от мобилизации и других призывов. В течение шести месяцев мы обещаем вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах. Очень просим вас порекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течение этих шести месяцев подготовить настоящих воинов. Профессионализм в бою плюс патриотизм наших ребят, в котором, я уверена, станет мощной опорой для могучей и сильной России. Сегодня в бой из республики едет абсолютно неподготовленная молодежь, которая не знает ни технику ведения боя, не знакома ни с каким видом оружия вообще. С огромным уважением и доверием к вам, как к своему президенту и мудрому наставнику для миллионов россиян. Тем временем в военные комиссариаты Махачкалы прибывают добровольцы для участия в частичной мобилизации. Один из них Эльдар Гусейнов. Он принял твердое решение встать в ряды вооруженных сил России. Дома Эльдара ждут мать, супруга и дети. Меня подвигло пройти добровольцем то, что я как бы из тех времен, когда при Советском Союзе еще воспитывали на патриотизме, проходили НВП в школах. И то, что в любом случае, чтобы там не было какие-то мнения, как на сегодня, допустим, либеральные вот эти последние события и так далее. Я как бы на это не смотрю. У меня своя голова на плечах. Я решил отдать дополнительное. Хотя я уже служил, и еще раз решил поехать отдать долг родине, когда она потребовала. Молодым или те, кто мобилизовываются, ну, мобилизовываются, кто уже ослужили, опять поедут. Не стоит бояться. У меня, допустим, много знакомых, друзей и товарищей, которые поехали, которые тоже уже вот-вот поедут тоже. Ни у кого никакого сомнения, боязни, ничего нет. Набор, чем у нас больше, тем у нас лучше. Мэр Махачкалы Салман Дадаев отправил гуманитарную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Градоначальник подчеркнул, что помочь защитникам Отечества – это долг каждого дагестанца и предложил желающим присоединиться к акции. Наступают холодные времена там уже, и надо позаботиться о том, что наши ребята были в тепле, чтобы они ничего не нуждались. Поэтому мы направляем туда и дизельные генераторы, и амундирование утепленные, и теплые вещи. Ребята пишут оттуда, что иногда после нарушения ресурсоснабжения необходимы бывают свечи. Случается такое, что несмотря на то, что армия полностью обеспечивает всем необходимым обувь приходит неугодность и ломается какое-то оборудование. Поэтому мы посчитали необходимым вместе с предпринимательским сообществом города Махачкалы поддержать наших ребят и направить для них ту помощь, которую они у нас запросили. Ботинки-берцы очень хорошего качества, дизельные генераторы, свечи. Очень востребовано оказались средства индивидуальной гигиены. Друзья, думаю, что будет правильным, если и вы присоединитесь, и каждый по мере возможности направит нашим ребятам посильную помощь. Дагестану предстоит провести масштабное обновление почтовых отделений. Отремонтируют более 300 зданий. Об этом сообщил вице-премьер республики Резван Газимагомедов. Такой план необходимо выполнить до 2025 года. Работы по капитальному ремонту уже начаты на 63 пунктах. Есть объекты, которые признаны аварийными. Они будут заменены на модульные отделения из быстровозводимых конструкций. За последние пять лет жители республики стали одними из самых активных пользователей всемирной сети интернет. Такие данные приводит служба аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза. Как оказалось, с 2017 года по сегодняшний день на 58% увеличилось количество дагестанцев, ежедневно пользующихся интернетом. В число лидеров также входят Чечня, Ленинградская, Ульяновская и Рязанская области. Каждому четвертому жителю Махачкалы по несколько раз в неделю звонят мошенники. Таковы итоги интернет-опроса, проведенного сервисом Superjob. Также выяснилось, что чаще всего в поле зрения аферистов попадают люди, имеющие доход от 60 до 70 тысяч рублей в месяц. Каждый десятый махачкалинец становился жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги или имущество. И о спорте. Трое дагестанских вольников выиграли золотые медали молодежного первенства России. Турнир среди спортсменов не старше 23 лет проходил в Ханты-Мантийске. Награды высшей пробы сборной Дагестана принесли хасавюртовцы Аманулла Расулов и Асхаб Саадулаев. Также золото в споре тяжеловесов завоевал Абдулла Курбанов, который представляет Краснодарский край. Помимо этого в активе дагестанских вольников еще 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. По общему числу наград наша команда опередила сборные Северной Осетии, Алании и Чеченской республики. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин